Состав Что меня ты опять не встретишь И лица, и спины, и яркий перрон И кто-то толкает меня громогласен гудок паровозный И это не сон, что нет у тебя И приезд мой напрасен Крутясь и вращаясь прокатит вокзал Сверкание залов и тем коридоров И площадь пуста И фонарь, как запал Мигнет, поджигая покинутый город И площадь взлетит, как граната гремя И хлынут осколки разорванных улиц Кто-то с панелей поднимет меня И спросит заботливо Вы не споткнулись? Аплодисменты уместны здесь? Неспроста в нашей студии сейчас раздаются такие громогласные стихи Дело в том, что с 4 по 9 мая в Камерном театре состоятся премьерные показы спектакля 1941-1945 в рамках проекта «Русская поэзия 20 века» Мы представляем вашему вниманию наших гостей Во-первых, Анастасия Афанасьева, актриса Камерного театра, только что прочитала нам замечательное стихотворение И Дмитрий Касимов, главный режиссер Камерного театра Здравствуйте Доброе утро Доброе утро Несмотря на то, что прекрасное было прочтение, прям изумительное, я бы сказал Тем не менее, мне кажется, что зритель очень осторожно относится к формату, когда предлагается Вот в таком виде сталкиваться с поэзией Камерный театр делает уже четвертую Спектакль подобный, проект вообще и поэзия 20 века тоже вызывает много вопросов, мне кажется Внутренних стоит идти, не стоит, что там будет раздаваться сцена Как зритель реагирует на это? Насколько он активно идет? Насколько успешны подобного рода спектакли? По-разному, каждый спектакль по-разному Например, первый спектакль из этого цикла, русская поэзия 20 века Оттепель Спектакль имеет успех На спектакль начали, все как-то, все пошли Все стали интересоваться живо этой поэзией Потому что, видимо, и сама эпоха Оттепеля Недавно был показан сериал по роману Аксенова Где все эти поэты 60-ники Ну и вообще, как бы, сама эпоха Оттепеля Она более манящая, чем какая-либо, наверное, другая поэтическая эпоха 20 века Но надо сказать, что и спектакль аутсайдеры по поэзии 80-ников И спектакль февральская революция 17-го года Посвященный поэзии Серебряного века Вызывает тоже, конечно, интерес Люди для себя открывают с другой стороны эту поэзию Кто-то открывает вообще для себя Серебряный век Кто-то открывает для себя поэзию андеграунда 80-х годов Но так или иначе, все равно происходит какое-то открытие в области поэзии вообще По-другому смотрят на поэтический язык и на театральный язык Театр, потому что, конечно, предлагает некий иной взгляд на эту поэзию Он помогает средствами театра достучаться, сделать поэзию доступной для себя Ну вот сейчас новый спектакль будет идти у вас несколько дней Знаю, да, что вы стартуете, по-моему, 4-го числа И до 9-го вплоть каждый вечер у вас на сцене спектакль 1941-1945 Какие поэты здесь были вами выбраны и кто будет читать? Здесь выбраны, в этом спектакле прозвучат как поэты всеми известные и любимые Такие, как Александр Твардовский, Константин Симонов, Ольга Бергольц Так и незаслуженно забытые поэты Я назвал этот вечер для внутреннего нашего названия Это забытые и воскресшие герои и поэты Великой Отечественной войны Это Сергей Орлов, Алексей Недогонов, Семен Гудзенко, Елена Ширман, Юлия Друнина, Борис Луцкий Плеяда прекрасных поэтов, которые прошли войну и которые оставили важнейшие документы эпохи Анастасия, расскажите, когда вы учите эти произведения, как это вообще дается внутренне? Потому что я когда просто листаю даже в такие книги, вот Саша сейчас обсуждаем, что он читает книгу, например, «Живые и мертвые» Ну не то, что там плачем тут же, здесь, сейчас, но ведь это же... Тема сложная, очень эмоционально тяжелая Как вот работает с таким трогающим, раздирающим душ материалом? Ну как только выбираешь, естественно, когда выбираешь стихотворение, хочется взять все сразу Потому что любая фраза, любое маленькое стихотворение, состоящее из четырех строк И его хочется взять, потому что там в каждой строчке, в каждом звуке так много Но у нас, естественно, мы по времени ограничены Убираешь стихотворение, и оно, как ты даже, знаете, не учится наизусть Оно куда-то укладывается потихонечку само И потом, поскольку это у нас в крови, в нашей, это было совсем, ну, буквально вчера, да, вся вот эта история Великая Отечественная война, и поэтому оно как-то само потом... Идет уже от души... А что значит, вы выбираешь стихотворение? Как это происходит? В моей голове театр устроен так, пришли, материал выдали, вы его взяли, ну, присваивать Здесь происходит какой-то творческий поиск самостоятельно Конечно, да, здесь у нас есть полная свобода Даются авторы, да, каких-то, может быть, кто-то сам открыл для себя и принес эти стихотворения на репетицию Вообще... Тут я могу сказать, для меня очень важно, чтобы артист сам продрался, так сказать, какому-то тексту через эту тему Может быть, какое-то стихотворение нашло его, но для меня очень важно, чтобы артист нашел стихотворение И понял, что вот это стихотворение откликается в нем, и он хотел бы его прочитать и сказать что-то этим стихотворением Дмитрий, а вам хочется сказать что-то каким-либо стихотворением? Да, конечно Пожалуйста Стихотворение Сергея Орлова Война прошла, но нам еще в атаке Ходить ночами, жить в сырых землянках Ракет многозначительные знаки Как гороскоп читать из башни танка Когда нас перестанут сны тревожить Когда нам это время отоспится Горящие деревни, бездорожье И в небе металлические птицы Нам надо долго жить на белом свете Привыкнуть к топору, как к пистолету Чтобы во снах увидеть на рассвете Сады и травы Мирную планету Друзья, с 4 по 9 мая В Камерном театре города Екатеринбурга Спектакль 1941-1945 Правильно ли я произношу? Да Все верно Приглашаем всех вас посетить обязательно Этот спектакль Я уверена, что понравится каждому Дмитрий Касимов, главный режиссер Камерного театра И Анастасия Афанасьева, актриса Камерного театра Были у нас сегодня в гостях Поведали нам об этом прекрасном проекте Приуроченном, естественно, к празднованию 9 мая Прямо сейчас переключаемся на гороскоп А после вернемся в студию Почитаем ваши смс-ки Субтитры создавал DimaTorzok